Опять-таки часто упрекают меня в каком-то излишнем оптимизме, что-то я там замалчиваю. Нет, не замалчиваю. Я жду, пока подтвердится. Всегда жду, пока подтвердится. Если я сообщаю что-то... Ну, когда бывает очень уж радостная новость, иногда грешу. Могу сказать, вы знаете, телеграм-канал сообщил, будем ждать подтверждения. Сегодня собирался такое сказать, кстати, про три русских самолета Су-34. Но не пришлось, потому что вооруженные силы, командующие ВВС, собственно, наших, это подтвердил раньше, чем я начал записывать выпуск. Так вот, китайская поговорка гласит, что новости должны отлежаться. Хорошие никогда не потеряют свои ценности, а плохие, возможно, перестанут быть актуальными. И я следую именно этому принципу. Например, когда я вчера или позавчера прочитал новость о том, что Министерство обороны, даже министр обороны Умяров конкретно сообщил, что в процессе, значит, новой мобилизации будут наказывать, да, будут пытаться мобилизовать тех, кто за границей и наказывать тех, кто не придет, мне что-то показалось, что здесь что-то не так. Ну вот прям я не поверил, потому что кого наказывать, где наказ, кто будет наказывать, кто Германия будет наказывать. Германия сегодня прямо сказала, что она вообще в этом участвует. И что вы думаете? Я дождался, я не стал торопить события. Плохие новости должны отлежаться тоже. В Министерстве обороны нашем, украинском, уточнили, что министр обороны Рустам Умяров призывает всех украинцев присоединяться к вооруженным силам, но не стоит вопрос о каком-то наказании или юридическом давлении на мужчин за пределами Украины. Этот вопрос не стоит. Министр призывает присоединяться. Да, это касается в том числе тех, кто находится за границей, защищать свою страну, конституционная обязанность граждан. Но вопроса о механизме наказания нет. И по словам, значит, при секретаре Министерства обороны, в интервью были смещены акценты, а речь шла о необходимости донести до украинцев за границей, как важно присоединяться к армии. Вся эта новость, она происходила из интервью у Мерова журнала, или телеканала УВЭЛ, извините, и газетам Билд и Политиков. Это первая отлежавшаяся новость. Дальше. Вот успела выйти новость о том, что у нас там кто-то из судей, значит, гражданством России обладает. Кто-то из важных. Не буду называть фамилии, почему. Потому что не обладает, и все уже это все подтвердили. Новость отлежалась и выяснилось, что никто не обладает. Именно поэтому, кстати говоря, потому что новости плохие должны отлежаться, я пока совершенно ничего не говорю о том, что некий продюсер, некое его шоу оказался вроде как, говорят, гражданином России, и что у него есть бизнес в Крыму прямо сейчас в том числе, и что он посещал оккупированный Крым. Это гражданин Украины. Мы говорим про гражданин Украины. Про громкого достаточно человека известно. Родственники которого являются депутатами и так далее, и так далее. Но мне кажется, что эта новость немножко отлежится, и либо выяснится, что может что-то не так, либо выяснится, что так. И вот тогда мы точно потребуем от того, кого вы только что хвалили в своих комментариях, чтобы он принял меры по отношению к этому человеку. Если выяснится, что это так, то извините. Вот уже простым увольнением не отделаться. Если человек бывал в оккупированном Крыму и сейчас во время войны вел там бизнес, это я подозреваю, что чистой войны уголовщина, и мы будем надеяться, что человек, на котором мы возложили такие большие надежды, такую ответственность, он справится с этим вызовом. Я так думаю. Но давайте я пока не буду называть это имя. Ну и наконец, много нехорошего опубликовано за последние сутки буквально про еще одного бывшего, про бывшего президента Украины. Тоже не хочу это озвучивать. Пусть это тысячу раз раскроется, пусть все ответят, и все дадут ответы. Зачем? Я как раз вам говорю, не надо нам разжигать между собой вражду и ненависть. Мы сейчас на войне, и все, кто в ней помогает, все, кто в ней на нашей стороне, все на нашей стороне. Какие бы ошибки они ни допускали, даже если иногда эти ошибки допускаются. Поэтому плохие новости, позвольте им отлежаться. Не спешите мне присылать, кстати, их тоже. А то вы увидите, кто-то сказал, все, вы мне шлете сразу. Ребят, проверьте хотя бы несколько раз, потом присылайте.